История создания бизнеса Тяньши. История восьмая. Как опасность обернулась бизнес-шансом. 3 августа 1995 года Торгово-промышленное управление города Тяньцзиня выдало корпорации Тяньши патент на право ведения хозяйственной деятельности, разрешавшей заниматься прямыми продажами. Господин Лидзинь Юань внес инновационные элементы в модель прямых продаж, а также открыл представительство по всей стране. Это обеспечило стремительный рост Тяньши, бизнес начал подниматься как на дрожжах. Развивая дистрибьюторскую сеть, предстояло решить множество вопросов, найти более удобные для дистрибьюторов способы поставки товара, а также поднять уровень сервиса, повысить степень преданности клиентов и влиятельность бренда компании. Решая все эти задачи, господин Лидзинь Юань учел прежде всего особенности положения внутри Китая. Инновационный коммерческий подход заключался в одновременном развитии дистрибьюторской сети и магазинов как одновременного движения двух колес. Господин Лидзинь Юань сделал ставку на их тесное взаимодействие, когда сеть поддерживает магазин, а магазин стимулирует развитие сети, а также на обеспечение интеграции всех значимых ресурсов, как способа преодолеть барьеры между регионами, странами, культурами, языками, валютами и законами разных стран. Максимально быстро были организованы филиалы компаний в разных городах, провинциях, автономных районах. Господин Лидзинь Юань лично выбирал лучшие места для офисов филиалов. 30 сентября 1995 года господин Лидзинь Юань определил место для филиала корпорации в Харбине и отправился в Шеньян. Проснувшись утром следующего дня, господин Лидзинь Юань включил телевизор. На центральном новостном канале зачитывали уведомления об упорядочивании деятельности организаций, занимающихся многоуровневым маркетингом. Изданная канцелярией Госсовета КНР у господина Лидзинь Юаня похолодело на душе. В компании Тяньши только начали налаживаться дела, появилась прибыль и наметились перспективы, и вдруг запреты. Горечь и тяжесть охватили создателя корпорации. Но у господина Лидзинь Юаня уже был опыт купания в ледяной воде. Он быстро взял себя в руки и еще раз скрупулезно проанализировал содержание постановления, которое в первые минуты вызвало у него чувство опасности. Чем больше размышлял господин Лидзинь Юань, тем очевиднее становился ответ. Госсовет КНР борется с мошенниками и обманщиками, с теми, кто продает подделки, кто уклоняется от уплаты налогов. Но Тяньши – производственное предприятие, которое строго придерживается законов и норм, никого не вводит в заблуждение и уж тем более не уклоняется от налогов. То, что было угрозой для мошенников, для его компании означало хороший бизнес-шанс. Открытие воодушевило господина Лидзинь Юаня. В тот же день он нашел лучшее место для офиса корпорации в Шиньяне. А после этого, не обращая внимания на усталость и долгую дорогу, без остановки объехал Таньшань, Пекин, Хухехото, Баотоу и еще множество городов. К середине октября было организовано 9 филиалов, а к концу ноября уже по всей стране открылись офисы корпорации. Тяньши вышла на высокоскоростную дорогу развития. Соотношение дистрибьюторских сетей и магазинов по всей стране сформировало положительную тенденцию использовать общий позитивный опыт для открытия новых мест и, добившись успеха в одном месте, распространить его на всех. Влиятельность бренда Тяньши значительно выросла и уже распространилась за границу. Зарубежные потребители познакомились с прекрасной продукцией Тяньши и с прогрессивной бизнес-моделью компании. В 1997 году Тяньши вышла на зарубежные рынки, успешно развивая бизнес в 37 странах. За два года корпорация Тяньши вошла в число самых крупных налогоплательщиков Тяньцзиня. Как быстро едет поезд, зависит от паровоза. Такие потрясающие результаты развития компании Тяньши обеспечены диалектическим мышлением, хладнокровным анализом и стратегическим подходом в ведении бизнеса господином Ли Цзиньюанем. Однажды он сумел увидеть в опасности новые возможности и не упустил свой счастливый шанс. Он нашел точки роста в меняющейся ситуации и умело воспользовался преимуществами активной стратегии.